три года эксплуатации и под капотом ни разу не мыли вот так это все выглядит не очень красивенько конечно сейчас поеду на автомойку на грамотную где по красоте от моем движок помыл под капотом все подкапотное пространство блестит сияет а самое что интересное никакой пены мыли чисто специальным диэлектрическим составом первым делом делаем сейчас мы используем диэлектрик для двигателя а что такое диэлектрик диэлектрик это химия которая отталкивает воду от электрических всяких проводок это чтобы мы без проблем помыли помыли движок и потом машина уехала до чтобы не случалось такого а какие-то участки будем закрывать пары фарда потому что бывает что полирует фар и до самой линзы и было такое что даже оставались большие пятна понятно а после того как мы этот состав нанесем нам нужно какое-то время подождать выдержать нет уже ну химия воняет действительно чувствуется потом выдержка около пяти минут пять минут ждем двигатель взбивается полностью вся химия все промывается потом забызгивает еще раз диэлектриком проходится все кисточками губочки все доступные места а вот этот ковер как этот ковер не трогается керфером он забызгивается специальной химией приходится торнадором торнадор это такая пушка для химчистки скажи вот эта химия как вот тут что и ты брызгаешь на ремень генератора да может там попасть как-то на грм как она не съедает ни резину ничего только только достать ту смазку то очистить хорошо что это у нас за химия это 713 химия то есть она нужна для глубокой очистки салона въевшихся пятен грязи то есть для таких ну то есть вот для ковра для внутренних мягких обшивок чтобы не испортить воздух под давлением с химией вымывает это все ну вот эти места где дырочки да это это все замовили но было я луна и но собирала на себя кучу грязи а сейчас мы отмоем иммавиль уйдет да получается 5 минут выждали да и сейчас будем стерчером смывать все да 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 будем смывать все стерчером и не останавливая его чтобы не повредить резиночки не повредить планчики всякие кромыть двигатель полностью от химии а а а а а а сейчас уже третий этап получат один раз мы диэлектрик нанесли сбили керхером сейчас снова наносим диэлектрик ребята будут проходить кисточками на правильно да 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 все досконально прям да парни надо кисточками почистить да все полностью все доступные места кисточками раз второй раз получается когда наносим диэлектрический состав да и проходим кисточкой то мы уже не будем выжидать какое-то время чтобы то есть получается часто нанесем везде пройдем кисточками будем смывать все уже смыто считает просто смотрим те места которые не отмылись и наносим химию то есть там уже свой небольшой а загрязнение то есть отмытый уже получается и просто убираем его кисточками проходим все доступные места и недоступные места для кетшера а после этого мы еще пену будем наносить какую-то пену не ношим это нельзя так делать опасно да то есть это запрещено по технологии вот так имейте ввиду пена запрещена по технологии да так получается сейчас мы керхером отмыли что делаем дальше да сейчас нужно продуть фишки то есть все что связано с электричеством нужно продуть от большого количества воды для того чтобы завести автомобиль то есть где электрик отталкивает но все равно предосторожность должна быть когда уже после керхера помыли да сейчас идет консервация пластика да второй этап это консервация а что за химия покажи что за химия мотор кар мотор кар мотор кар он у нас он нам служит как пылеотталкивающим да защитные средства для пластика для всего пашканчика для высот масса после того как мы нанесли как там консервант консервацию да сейчас будем получается вот сейчас мы пропылесосили да что мы сейчас будем делать сушить двигатель турбосушкой вот это у нас турбосушка да она с горячим воздухом идет получается это уже все финальная стадия у нас да почти финальная стадия потом делается восстановление пластика и двигатель а ну получается после турбосушки у нас еще наносится покрытие до восстановления пластика поехали получается моторный отсек мы просушили теперь будем наносить кондиционер восстановитель пластика то есть восстановляет цвет пластика защиту и охраняет битого но придаёт малый ветер и и и и и и и и и везде куда можно подлезть до обрабатываем этим этой поли ролью получать а что такое располировка располировка специальная микрофибра для располирования кондиционера чтобы не было развода когда подсосный двигатель будет работать горячий подсосный и будет выпили все разводы дабы этого не было нужно располировать полностью весь пластик, чтобы он был равномерно везде после нанесения полировки берется специальная микрофибра для располировки Продолжение следует...